Блажа души сильны, и живи везде сын, и вся исполняя сокровище благиль. И жизни подателю види силы со мной, неочистены от всяких скверных, и спаси Блажа души наша. Так, ну как мы построим наше общение, наше беседу? Как и что вы предлагаете? Итак, предлагаю начать с того, что поблагодарить Бога за то, что вот совсем на днях было, когда пятница была, пятница была, может кто-то из вас знает, большое событие было, 30-летие отдания оптиной церкви. Вот мы там с братьями читали целый документ, как это все происходило, очень трудно, очень нелегко, но видно было, что промысл Божий, он как бы, вот как этот ручеек, или какая-то такая река, он пробивает все человеческое, оно как бы перед этим, перед промыслом Божиим, оно пасует, оно как бы отходит. Как бы человек не пытался что-то выстроить там свое, допустим, да, какое-то продолжать линию, но раз Господь вот так как бы благоволил, и вот это вот произошло чудо. Конечно, чудо открытия не только оптиной, вся церковь такое обрела, да, такой свой глаз, свое новое слово, вот. И уже вот 30 лет, где-то вот 88-й год, когда праздновали тысячелетие крещения Руси, вот это какая-то внутренняя, таинственная, мистическая, глубокая, какая-то сокровенная отметка, когда вот наш народ, он опять очень, как сказать, ярко, очень глубоко, и, конечно, никогда вера не прекращалась, но, тем не менее, когда вот это было, была дана такая свобода, что люди безбоязненно, открыто стали исповедовать свою веру, притекать к этому благому источнику, приезжать в монастыри и так далее. И вот Оптина, она оказалась в числе первых открытых монастырей, и вот уже 30 лет, как она служит Богу, служит людям, служит своему народу, Отечеству, и мы это видим, понимаем, я это говорю не как, как бы, просто, значит, монах из этой обители с таким, с каким-то тщеславием или с каким-то этим, а просто как факт, то, что это действительно радость для многих из нас, для того, что вот Оптина, она вот так вот бьет таким сильным, таким источником. Ну, конечно, по плодам все, все познается по плодам, а вот какие плоды, это, ну, это, как бы, тоже, может быть, не нам судить, а вот что ты скажешь, отец Нил? Ну, ну, плоды нашей монахеской жизни, ну, они еще не настали. Отец Варсенофи говорил, что, ну, вот в его беседах есть вот эта очень замечательная мысль, он говорит, вот приходит... Вот приходит монах, ну, не монаха, с мира человек, стать монахом в монастыре. У него, соответственно, с мира, от его невнимательной жизни в душе преобладают тельные страсти. Ну, страсти и много, но какие-то преобладающие. Вот пришел жестоксердный, проходит 25 лет, он становится любвеобильным. Приходит чревоугодник, проходит 25 лет, он становится воздержанным. Приходит, ну, блудник, там, если не на деле, как говорят отец Варсенофи в помыслах, проходит 25 лет, он становится целомудренным. Эти 25 лет – это в смысле постоянной борьбы, это откровение и совет с великими оптинскими старцами, это участие в таинствах, это монастырская жизнь без суеты, в послушании, в отсечении своей воли. Все вот эти чудесные, освидетельные врачества, которые здесь предоставляет Господь, подействуют, по словам старца Варсенофи, только через 25 лет. А вот эти 25 лет – это одна и та же исповедь, повторяющиеся грехи, все одно и то же. Но нынешний наш старец-отец Иоанна, Одесский, он сказал, что сейчас 40 лет надо, а оптинск существует только сейчас 30-летие отпраздновали, да и то не все монахи здесь – это срок. Поэтому спрос монаха – через 40 лет плоды. А какие сейчас плоды, я в себе их не вижу, к сожалению. Мы говорим не о плодах, только монашеских, вообще как-то, да, и то, что плоды сама оптинка дает, какой-то. Вот сегодня кто не был на литургии сегодня? Кто-то не был? Один только. Вот. Какой сегодня Евангелие читалось? Кто помнит? Ну да, кровоточивая жена. Из следующей эры. Да, и вот, наверное, вы не стесняйтесь, спрашивайте, потому что нужно, чтобы это было, ну, как бы, общение такое взаимное, как кто-то из святых тоже говорит, что не бывает так, что кто-то один, как бы, он вещает, и всегда это какая-то взаимность, и так далее, и происходит взаимообогащение. Вот, и вот эта кровоточивая жена, да, которая исцелилась, вот это, дерзает щерь веру твою, спаси тебя. То есть, как бы, давайте рассмотрим, может быть, как бы, и зададим себе вопросы какие-то, да, обсудим вот это вот. Что это такое, что это наша душа, она же еще кровоточит, она, конечно, прибегает к Христу, пытается, но все-таки она еще кровоточащая, у нее много болезней, у нее много различных проблем, ясвий и так далее. Вот, что нас волнует, что, как бы, в нашей душе, как бы сказать, над чем еще стоит поработать, как бы, потрудиться и так далее. Вот. Что-то, какие вот есть вопросы, проблемы духовные? Да, вопрос, вот, вам, если 40 лет надо в монастыре, то нам, или аниму, сколько надо? Нет, ну, отец Нил, немножко, он так это, он, конечно, опирается на каких-то старцев, не на каких-то, а на старцев и так далее. Но дело тут бывает не в годах, да, не в каких-то, бывает, как сказать, как помните, как у кого-то есть такое, что пришел к нему и очень сильно кается к старцу и говорит, что вот, мол, дай мне там эпитимию, я очень сильно согрешил, он покаялся, рассказал греху, вот он ему дает какую-то там, как там, небольшую там эпитимию, да, а он настаивает и так далее. Ну, как бы, смысл в том, что, а старец ему потом говорит, ты знаешь, говорит, для настоящего покаяния достаточно там и трех дней, а может быть и трех минут, понимаете? То есть это настолько, так сказать, такой момент какой-то изменения жизни, да, он бывает трудом каким-то многолетним, это тоже так, а бывает, что и человек, и не случайно святые отцы, они говорят, вот, нас часто тоже, как бы сказать, напоминают нам о том, что бывает вот такое, допустим, даже у верующего человека есть такое состояние, допустим, когда человек пришел к вере, он уже как бы успокоился, бывает, покаяние куда-то ушло, там, любовь тоже ушла, исправление каких-то правил, я уже церковный человек, я знаю то и то и другое, и как бы человек может о себе очень мнить, и вот, на самом деле он как бы находится в падении в глубочайшем, вот, такой, потому что, ну, какой-то высокомерие, вот там какие-то неверующие, а я вот это такой, а вот этот вот какой-то неверующий там грешник, который, ну, вообще просто все, который, так сказать, падал в такие страшные грехи, он может при успеянии у него гораздо больше быть, когда он пришел, покаялся, потому что он очень ярко видит свое падение, и если его Господь переведет в церкви, он покается, он будет, ну, как бы сказать, гораздо выше вот этого человека, ну, как бы, ну, я про всех нас говорю, такого успокоившегося, которого считают, что у него, как все более-менее и так далее, это как бы духовная смерть такая внутренняя, вот, поэтому, чтобы у нас этого, как бы, такого состояния от него, ну, как сказать, подальше находиться. Вся жизнь этого человека, это восхождение к Богу. Тут о годах можно по-разному, но Бог призвал человека, и он всю жизнь, в Арсенове, Иоанн Великий, они говорят, что человек должен бороться со страстями всю жизнь. И борьба, она, как бы, в разные этапы имеет. Вот, и у Симеона Нового Богослова есть такие слова, что человеку принадлежит два подвига. Первый – это взыскать Бога, а второй – удержать Его. Вот, и второй – намного труднее и важнее. Вот, и мы все, как бы, уверующие в христиане, да, пришли в церковь, мы, как бы, мы познакомились на первых этапах с Богом, мы, как бы, взыскали Его, да, попробовать Его удержать, или, как бы, вот ту благодать, которую мы получаем в почащении, там, в таинствах, на исповеди, да, тоже мы, как бы, нам после исповеди хорошо становится, мы освобождаемся от своих грехов. И потом опять возвращаемся в мир, и снова, там, как бы, зацепляемся за эти страсти, вот, и благодать она уходит. И второй подвиг, конечно, это, вот, научиться, то, что мы получили в церкви, то, что мы приезжаем, почему мы приезжали к старцам, да, вот, в оптиму постыню, чтобы соприкоснуться с этой святыней, вот, и удержать ее. Вот, самый главный подвиг – это удержать ее. Если мы уже пришли, нам не надо учить, там, вот, азам веры, нам нужно, нам нужно уже обратиться на внутреннюю жизнь. Почему от нас уходит благодать? Мы ее получили в причастии, вот, или, там, в исповеди, да, нам легче стало, вот, а через некоторое время она опять ушла. Вот, и вот сосредоточить это именно на внутреннюю жизнь. Почему так происходит? Где? И Иоанн Листочник, он говорит, что, если от тебя ушла благодать, то защищи причину, потому что, и найди эту дверь, вот, через которую она ушла, потому что она возвращается именно через нее. У каждого тому, что у нас есть, там, свои, как говорят, святыцы, запинающий грех, там, у кого-то какая-то страсть свою, какая-то, где-то, вот, и, которую мы никак не можем ее смирить или поборотить, именно, именно через нее уходит благодать. Вот, акцент нужно ставить в своей жизни духовной. То, что тебя постоянно, вот, мучает, постоянно тебя терзает, вот, эта страсть, на эту страсть или на какой-то порог или какая-то привычка, вот, на ней поставить акцент, с нее начинать. И когда вот ее мы потихоньку залечим, то, и благодать будет уже сохраняться, и с другими страстями легче будет бороться. Ну, примерно так. Может, какие-то вопросы там еще? Помнишь, кто-то говорит тоже из оптинских, то есть, вот о том, что, как бы, видим мы себя, не видим, нужно идти, там, на исповедь или откровение помыслов и так далее. Вот старец Фурсанофи, он тоже говорит, советует, говорит, даже если у тебя есть помысл, что вроде бы и сказать нечего, открыть, ну, я имею в виду, что наши отношения там с духовниками, даже, ну, как бы, вроде, ну, все, мир там, на душе ничего такого нет, все равно, говорит, подойди и скажи, что вот особо ничего нет, ну, ты себя понуть на этот подвиг, ты все равно приди и, как бы, ну, просто, как сказать, поздоровайся, скажи, что вроде на сердце мирно, но это тоже будет очень таким, как бы, важным моментом. У нас сейчас вот гостил один батюшка из Грузии, отец Максим, вот, он тоже цитировал и митрополита, и Рафея Влахаса, мне очень понравилось, он, как сказать, говорил, о трех кельях, трех кельях, первая келья, это наша келья, в которой мы молимся, да, у монаха келья, у мирянина комната и так далее, да, то есть маленькое помещение, человеку нужно обязательно, и уж у него была возможность побыть одному с Богом, да, ну, как бы, вот, когда вот там 20 человек, это трудновато все-таки бывает, поэтому келья физическая, как стены, она важна, это нужен, это важный такой момент, и вот он говорит, что, цитирую, цитирую, что вот, это первая келья, человек в этой кельи, как у монашеской поговорка есть даже, сиди в келье, она тебя всему научит, вот, это первая келья, потом в этой келье человек должен обрести вторую келью, а что это, свое сердце, то есть нырнуть туда уже, вот, глубину, да, царственную Божию внутри вас есть, вот это клеть, клеть, как, как я, лестничник тоже называют, клетью, да, вот это, обрести вот эту клеть, это вторая келья, а третья келья, как он говорит, это уже весь мир, то есть если человек обретет покой в своем сердце, царствие Божие, да, вот туда, вот эту чистоту, мир и так далее, целомудрие, вот эту глубину, то тогда уже весь мир, он будет для него этой келью, что это значит, то есть у него не будет вот такого, как бы, что ли, ну, беспокойства, хаоса, суеты, как бы он, вот, это то состояние, наверное, о котором говорит преподобный Силуан Афонский, когда вот он, помните, часто он говорит о любви ко всему миру, к творению, вот, о святом духе, очень много, такое какое-то вселенское мышление и так далее, но вот это третья келья, когда христианин, он должен, для него это не пустые слова, когда он, что он действительно должен молиться за весь мир, сказать, что это дерзновенно, это за себя помолись, а вот у христианина, преподобный Силуан, он говорит, что вот такое вот его тоже, как сказать, его задача и его долг тоже молиться и за, не только за себя или за ближних, вообще за весь мир, потому что христианин, это тот человек, который знает, что такое настоящая духовная ответственность за мир, ведь вот когда мы сейчас посмотрим, да, что творится в мире, да, как люди ломают какие-то копья, копья политики и так далее, угрожают, там, там, прятают оружием, там, Америка, там, на нас что-то там еще такое, не хочет успокоиться, хотя Россия, это такая страна мирная, действительно удивительная такая, да, все вот это все, почему? Вот в мире вот этот вот действительно нет вот этого, ну, как бы сказать, что ли, мира, покоя, да, дьявол, он пытается вот на какое-то посеять между народами и между людьми и так далее, вот эту, как сказать, ну, какую-то злобу и так далее, какую-то вот эту бесчеловечность, да, а христианин, он молится реально за весь мир, чтобы Господь как бы этот мир, вот эта ответственность, а вот человек, когда у него нет веры, у него не, у него же нет ответственности, он пришел в этот мир, там, ну, там, так сказать, сделал что угодно, там, и как бы, ну, и что, начиная с природы, да, к отношению к природе, да, и кончая отношения с людьми и так далее, безответственность, то есть, что какая, я вот живу, не трогайте меня, а Господь дал эту жизнь человеку, каждому из нас, и это человек ответственный именно за эту, за свою душу, жизнь, как он ее проживет, то есть, как, это не просто так, это твоя жизнь, делаю, что хочу, да, как говорят, вот этот смертный грех, да, самоубийство, так и вообще, как бы, отношение к жизни, когда человек просто относится к своей жизни, ну, просто так, как бы, это мое личное пространство, не трогайте, не трогайте меня, да нет, Господь дал, и есть промысл Божий о каждом человеке конкретной, и человек должен это, как бы, услышать, должен это, в жизнь свою воплотить, вот этот промысл, как Господь о нем промышляет, а если это, как бы, этого нету, ну, просто так, ну, жизнь такая, как, ешь, пей, ибо завтра умрем, и эта жизнь, она, конечно, такая, пустая, не, совершенно, ну, бесплодная и так далее. Ну, какие есть вопросы, проблемы? Неужели ничего нет? Можно записки писать, в прошлый раз как-то тоже, кто-то писал записки, кто-то боится, может, слово сказать. А простоте расскажите, вот, святая церковь пишет, что простота должна быть, что-то простота, как ее стяжать. Простота. Простота. Мы в догматике знаем, что Бог, существо простое, просто Бог. Когда будет простота в человеке? Когда в сердце его будет Бог? Когда будет простота? Вот хочется все-таки сказать вот о чем несколько слов. Ну, вот, отец-намесик, перед тем, как назначить на беседу, он сказал, что обязательно напомнить, что нужно изучать заповеди. Заповеди, вот тут книжечки у нас выдаются, большинство есть эти книжечки же, да? Которые выдают отец-намесик, есть же у вас? Да. Ну, у кого нет, кстати, можно будет получить. Там очень много заповедей. Их можно и само выписать, еще больше. Их можно даже выписать по тему. Но добиться того, чтобы все заповеди стали единым целым, это намного сложнее. А без этого не будет правильного и простого понимания. Чем лучше человек понимает Евангелие, тем все проще становится. Действительно, наступает простота. Потому что там очень все просто, все единый смысл. И вот мы для спасения что должны усвоить? Первое, что спасает человека Бог. Не мы сами спасаемся, а Бог спасает. Человек, конечно, в этом участвует, своей волей. Но Бог все премудрые, а мы не мудрые. Мы знаем из притчи о работниках виноградника, что Бог призывает работать. Кого-то в первый час жизни, это с самого детства. Кого-то в третий час жизни, это в юности. Кого-то в шестой, но это уже в таких молодых, более зрелых годах. Кого-то в девятый, это уже пожилой возраст. А кого-то в одиннадцатый час, последний час жизни. Кто призывает? Бог призывает. Почему Он призывает последний час жизни? Вот у благоразумного разбойника, это какой был час? Ну, наверное, даже уже половину двенадцатого часа, если еще не меньше. Однако он одним из первых в рай вошел, разбойник. А почему Господь его раньше не призвал, вот у разбойника? А мы скажем, мы не знаем, потому что это только Господь знает. Для чего все вот это сказано? Для того, чтобы нам понять, что нас, если мы хотим спасаться, Бог спасет. Почему мы не самым детством призваны? И призваны мы сейчас тоже не знаем. Мы приведены Господу в монастырь. Монахи, вы тоже ходите в церковь, молитесь. Кто еще не в монастыре? Но кто привел нас в монастырь, а вас в церковь? Кто привел? Бог. Бог, не сами мы пришли. Почему? Когда он привел, это знает Бог. Мы уже спасены? Конечно, нет. Мы уже работаем Господу. Вот это вот вопрос. Работаем мы или не работаем? Вопрос сложный. Потому что и в монастыре можно прекрасно не работать, а просто жить. Конечно, лучше в таком случае просто где-то действительно работать, на мирской работе, нежели жить в монастыре и Богу не работать. А вот работаем мы или нет, это Бог знает. Потому что получается, что непонятно, в перемешку то ли работаем, то ли не работаем. С переменным успехом так получается. Не буду никого судить, но у кого-то лучше, у кого-то хуже уходит. Что дальше? То, что у человека в жизни обязательно, если Бог его хочет спасать, будет совершительный период, которым Бог его подготовит. Период, который прошел благоразумный разбойник. То есть это лично Голгофа, человека. Голгофа нужна любому человеку. Старец Паисий Афонский говорил, что короткий период болезни, который сам спросил, он ему дал больше духовной пользы, больше благодать, нежели чем его святая, долгая, жертвенная, подвиженская жизнь. То есть Голгофу нужна была старец Паисии. Голгофа нужна нам, разбойникам, грубо говоря. Всем она нужна. Как спасаться? Первое, что человек должен учесть. Вот я не случайно сказал про вот эту мысль старца Варсенопия. Но тут, конечно, речь идет не о том, что искать Бога. Естественно, искать. Но мы говорим о периоде относительного уже духовного благополучия, когда Божья благодать уже умерит в нашу жизнь, как сегодня в апостоле читали. Христос – мир наш. Вот когда человек скажет, что уже не я живу, но живет во мне Христос, тогда уже результат Господом, не нами, Господом достигнут, что Он поселился в наше сердце, пробил наши заслонки от Него. А заслонка наша – это гордыня. Никакой другой заслонки нету, кроме гордыни. Наша гордость. Скорейший способ приобретения смирения. Какое в монастыре главное послушание? Главное – добродетель. Какое? Послушание, да. Почему? Потому что по учению святых отцов послушание рождается смирение в человеке. Для чего это? Послушание внешнее или не внешнее? Ну, внешнее тоже, но не любое внешнее послушание является спасительным. Бывают такие случаи. Ну, вот я приведу пример, может, он не очень подходящий. Я был в 1991 году трапезиком. Ну, там было строгое распоряжение. Кто опоздал – не кормить. Ну, я как-то даже не мог близко это все воспринять. Я просто вообще не отреагировал. Пусть я прислушался, но у меня был в душе мир. Это свидетельство о том, что я перед Богом послушание исполнил, а человеческое нарушил. А если бы я кого-то не пустил бы, у меня мира в душе бы не было. То есть любое послушание – это должно быть засвидетельствовано божественным миром, не потеря мира, мирного состояния. Как наш старец Моисей любил говорить – защищи мира и пожени и. Но и о мире говорится очень много слов в Священном Писании. Блаженны миротворцы, ибо те сыны Божьи нарекутся. Плод правды – в мире сеется творящий мир. Ни о чем другом. Или вот о наказании от Бога. Всякое послушание в настоящее время, в нашей временной жизни. Не радость мнится быть, но печаль. То есть нами воспринимается не как радость, но как печаль. Последи же, то есть после того, как человек претерпит искушение, плод мирен, но ученым тем воздает правды. То есть воздается претерпевшему наказание от Бога мирный плод правды в душе. Вот та благодать Святаго Духа, которая вселяется в душу. Все это устрояет промысел Божий – Господь. То, что мы молимся, кто дает человеку-монаху молитву или мирскому человеку? Кто дает? Господь Бог. Господь дает Бог, дает молитву молящемуся. Апостол как говорит, никто же может речи Господа Иисуса, той же Духом Святым. То есть даже имя Иисуса Христа мы произносим в благодать Святаго Духа, не своей силой. Мы тоже в этом участвуем, своим произволением. Но а почему у нас молитва получается то внимательная, то плохая? Почему? Лукавый. А? Лукавый. Ну, лукавый, понятно, но без попущения Божия никто на нас не воздействует. Почему? Иногда бывает внимательно молитв, иногда не очень. Господь дает потерпеть, испытать себя, насколько ты сможешь. Потому что гордыня нам препятствует постоянно внимательно молиться. Потому что не может нам Бог благодать дать для всегдашней внимательной молитвы. Всегда будем внимательно молиться, обязательно наше сердце будет возноситься. Это из опыта сказано. Из опыта. Поэтому вот эта невнимательная молитва, которая не получается против того сердца, она смиряет человека. Помолился плохо, хотя пытались внимательно. Я никчемный, Господи, ни на что не горжусь. И все остальное. Почему у нас все плохо? Зато не гордимся. Лучше пред Господом грешек с покоем, чем праведник с возношением. От этого все зависит. А смирение наступает от послушания Богу. Вот возникает какой-то в жизни вопрос. Этим пронизана наша жизнь. И внимательный монах, он сосредствующим только над этим. Может быть, не все отдают в этом отчет. Но по факту, любой верующий человек, монах и мирской, для него это самое главное. Чтобы сохранять мир души, быть миротворцем. Все остальное мы чувствуем, что поспорили, доказали свою правоту. А в душе смущение. Ну ясно, что неправильно сделали. О чем поговорили? В душе смущение. Зря поговорили. Каемся в этом. Всегда чувствуем, когда мы терпим ущерб, а когда терпим прибыток. Недаром Серафим Сыровск сказал, что надо торговать товаром, который дает больше прибыли. Этот товар, почему мы верующие? Почему мы верующие? Как мы докажем? А никак не докажем. Мы можем только сказать, что знаем Бога опытно. У нас больше нет других доказательств. Объяснить мы это не можем, потому что это необъяснимо словами. А Бога опытно мы знаем как. Ну, по нашей жизни послушаемся Богу. Действие Божьей благодати в нас ощущается больше. Не послушаемся. Не хранился в его душевном мире. Значит, получается что? Значит, уходит Бог от нас. А послушание это во всем. Начал что-то объяснять. Бывает и тон мягкий. А в душе, вот обратился ко мне кто-то, может задать вопрос, а я куда-то не хочу. Ну, ответил. Ладно. Ушел, а в душе не очень. А пересилил себя. Господи, это вот я обязан. Все. Тебе послушаюсь. Выслушу. Спокойно от души. Ответил. Уходишь и мир в душе. Вот, пожалуйста, послушание. И уже знаешь заранее, как будет. И так во всем. Вообще во всем. В еде, в словах, в режиме дня. Вот это, собственно, собирание благодати называется. Послушание благодати. Вот как вот апостол говорит. Елица Духом Божиим водится, сия суть Сынове Божия. Вот это доступно каждому из нас на любом этапе нашей жизни. И мы это знаем. Кто-то знает более грубых формах, кто-то более глубоких. Это от опыта зависит. Но мы это все знаем и чувствуем. Но об этом надо помнить. Есть в этом что-то непонятное? Елена, мне кажется, простота – это действительно один из плодов, важнейших для жизни человека, христианина. Конечно, просто объяснить это очень трудно. Но вот даже в житие старца в Арсенофе у нее там есть такой момент, что, говорит, мне некоторые братья обвиняют за то, что я очень прост. Ну, то есть он просто обращался с братью, да. А простота – это не глупость, конечно, да. Это какая-то вот мудрость. И вот когда мы вот читаем описание многих старцев, и вот они действительно были простые, они были очень начитанные там, да. Очень такие, так сказать, духовные люди. Но когда вот по общению казалось, что они очень так, ну, как сказать, простые, да, простые. Это вот действительно добродетель, тоже связанный с той же гордостью, про которую отец Нил говорил, когда человек, видимо, поборется, вот приобретает вот такую простоту. Это детскость какая-то такая. Да, плод уже какой-то. Это уже плод действительно духовной жизни. Как бы так вот трудно ее, как бы, пощупать, оценить, как бы, да, но действительно это такое удивительное, один из важнейших моментов, такой простота, простота. Потому что такие старцы, они никогда себя там не выказывают какими-то знающими, да, ну, вот как там отец Ильи, посмотрите, он что там, цитирует что-то или указывает кому-то. У него вот такая простота, действительно человек стержал вот такую вот внутреннюю, как он, ну, вместе с другими, конечно, с любовью и так далее. Поэтому вот нам, а гордый человек, он не прост, он действительно, он, как бы, вот, его, он несет эту гордость, как и знамя свое и так далее, и все это, как бы, видят. А кто-то говорит, что духовного человека, его, как бы, его тоже так не видно внешне, да, а как вот человек, когда стоит около какого-то древа, да, и вот эти плоды, они тянут, как бы, да, ну, как вот эти яблоки, да, большие, они опускают эти ветви, и так вот этот духовный человек, он тоже, как вот наполненный вот этими плодами, как бы, он о себе не говорит, а они, как бы, вот, ну, а люди это чувствуют, как благоухание такое. Вот постоишь с таким духовным человеком рядом, ну, как со старцем Ильи, да, и чувствуешь, что вот просто как будто физически даже, вот как будто благоухание какое-то от человека, ну, когда вот он, действительно, такое удивительное. Наш старец, отец Ильи. Где просто там он был, собственно. Да, вот видите. А нам даже сейчас не совсем понятно, что такое быть непростым. Вроде у нас все-таки брать простые туда. Что-то не отмечал, что такое было напыщенное у нас. Ну, слава Богу, конечно, конечно. Ну, что еще, какие вопросы? А вот старости, гневливости, какие рекомендации можно получить? Ну, гнев это тоже, наверное, при, так сказать, исчадии тоже гордости, да. То есть, как бы, работать, во-первых, просить Бога, ну, как любая страсть, да, просить Бога, чтобы Господь помог, избавил это от всего, это обязательно. Потому что если только своими силами, это невозможно. Как-то уготовившись и не всмухтикся, когда человек знает, что он приходит с работы домой, и что вот сейчас он прогневается, потому что он уже на это, как бы, ну, заострен, он знает, что. Он знает себя, да, человек, он приходит, и сейчас его жена начнет раздражать, дети раздражать, жена, это было много раз, много раз. И человек, который, как бы, у него какой-то опыт, он уготовився и не смутикся, он должен уготовиться. То есть, он должен себя настроить перед тем, как он войдет в эту дверь, ну, или в какой-то ситуации другой, я условно говорю про семью, да. То есть, он должен, как бы, себя вот это настроить. И, конечно, попросив Бога, чтобы Господь его, вот это, уберег от этой, вот, как бы, сказать. А так это, как же, так навык, да, как любая страсть должен быть. То есть, гневливость, она тоже, она связана, в первую очередь, с превозношением, и характерна, когда не исполняется твоя воля. Вот одна из качеств таких проявлений, когда гнев проявляется, потому что не исполняется наша воля. Почему не по-моему сделали? Почему не так, как я думал? Вот, именно, именно из-за этого, что наша воля нарушена, и по ней поступили, и начинается вот эта вот обратная реакция такая. Здесь нужно, конечно, ну, себя смирять и вот уступать, уступать внутренне, уступить перед каким-то сложным случаем. Пусть, пусть лучше пройдет, пусть будет по воле другого. Гнев как-то будет усмиряться. А как вот, если в семье дети, видишь, что они вот не дело делают, как вот смирить себя? Ну да, 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 надо тоже, тоже надо где-то и голос повести, я понимаю, да. Можно притвориться, что ты гневаешься. То есть они взрослые, как? Нет, ну вот относительно отношения в семье, это обязательно нужно, обязательно с, прежде всего, вот это вопрос часто, вот там наивство, где там батюшкам задают, что какая-то, допустим, там или, ну, как быть, люди еще не верующие, или там живущие какой-то по страстям, там, ну, какие-то наши там дети, там уже взрослые, там, да, или там какие-то, ну, 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 неважно кто. Вот, и человек, когда он верующий, он, как бывает, вот смущается. И неправильное такое действие, когда человек начинает вот давить на человека, на волю. Это вот очень многие встречаются, это видно. Вот начинает его вот продавливать. Вот в храм ходи, там это делай, не делай. А бывает, знаете, когда вот человек гонится за духовными отношениями, ну, допустим, вот там вот, человек хочет, чтобы он стал верующим, да, ну, как Господь, Господь не насилует даже свободы человека, а мы, как бы, сказать, откуда мы знаем, что именно сегодня и в этот час ему нужно стать верующим, это тайно. А мы, вот, сказать, как вот эту вот нашу волю продавливаем, да, и так далее, то есть хотим этого человека, как бы, заставить. А на самом деле соблюдать, да, сохранять всеми силами дружеские отношения, вот, ну, ну, в семье, да, муж там или кто-то, обязательно вот такие, просто человеческие, и молиться за человека. Вот тайно внутренне молиться за человека, и всеми силами все-таки вот прощать вещи какие-то и так далее. Вот сколько случаев человек вот давит, давит на человека, ты там какой-то там безбожник или еще что-то, давай ходи в храм, и человек просто уходит из семьи. Уходит и все, мы потеряли тогда все. Вот ни в коем случае, что вот человека не передавить, понимаете. А как один миссионер тоже там, он говорит, что откуда ты знаешь, что, почему ты так уверен, почему ты вот человеку вот так вот, что вот, прямо он должен после твоей проповеди какой-то пойти в храм. Откуда ты знаешь, а может быть ему суждено там, может быть Господь его, как бы сказать, через там год или два или три приведет, а может и вообще не приведет. В старости лет. Или в старости лет на последующем разе. А вот по гордости человеку ему хочется, что стариц Макарий Оптинский говорил, что нам главное сеять, а взойдет, не взойдет, это уже не наше, мы не знаем, как сказать, дождь пойдет, не пойдет. А сеять обязательно надо. Так и здесь где-то там, ну в семье там, да. Ну как сеять, только не так сеять по башке там, значит этим, давай там, становись, становись, Юра. А сеять с мудростью, с радостью, с любовью. Человек-то поймет только любовь какой-то. Прежде всего наш, наверное, какой-то пример. Пример какой самый лучший? Действительно смирение. Смирение, простоты. Ну я про отношения говорю в семье. Плод правды в мире сеется, творящий мир. Да. Стижи дух в мире, но вокруг тебя спасутся тысячи. Но не все, а сыны мира. И очень вот понравилось тоже такое, вот я уже там цитировал, святителя Афанасия Ковровского. Он из заключения пишет в 31 году, пишет своим чатом, говорит, что я по опыту понял, что нет ни одного бесполезного человека в мире. Вот такой, знаете, это тоже вселенский такой разум, да, ни одного пустого, бесполезного, ненужного. То есть Господь привел человека к жизни, да, даже если он там какой-то вообще какой-то разбойник. Мы не знаем эти тайн. Может он покаяться и там вперед нас, да, как этот разбойник войдет. И вот он говорит, что нет ни одного человека. И говорит, смотрите, говорит, что если даже человек, ну как бы ничего доброго у него нет, но он один раз подал стакан студеной воды кому-то, ну сделал какое-то маленькое доброе дело, значит Господь берег его ради вот этого доброго дела, да, чтобы он хотя бы за него, как, по-моему, Иосиф Исихаст, он говорит, что Господь ищет повода, чтобы спасти человека. Ищет повода, да, не загнать его в ад, а ищет повод, чтобы спасти. Так же здесь вот ради этого маленького доброго дела, стакана воды, Господь вот этого человека, он как бы хранит, соблюдает, не прекращает его жизнь. Ну смотрите, самое главное дальше, что вот меня потрясло, он говорит, что, но даже если у человека нет вообще доброго дела, ну представляете, то есть вообще стакана воды за жизнь свою никому не подал, тогда другой ему подал, понимаете, да, какой-то человек. И этот человек сам, у которого добра нет, он послужил добру, он не сделал, но он послужил добру. То есть вот это вот его размышление, оно говорит о каком-то, на таком объеме вот этой тайны Божьей, да, человеческих личностей, вот этого всего, как бы, взаимообщения и так далее, что вот, ну нету вообще людей. И поэтому христианин, он не имеет права вообще ни на кого смотреть, да, как на какого-то там законченного там преступника там или еще кого-то. Все это действительно тайна и молиться, как бы, ну, скорбеть, жалость. Как кто-то говорит, тоже недавно прочитал, кто-то говорит, что очень страшно, что, по-моему, тоже оптинские, что жалость уходит вот из нашего общества. То есть вот это чувство, как бы, да, человека, вот, как бы, когда гордость, он никого не жалеет, а вот жалость, она должна быть, присутствовать. Как бы, а тот прошел мимо там или еще какая-то ситуация, ну, как бы, нету сердца, вот оно окаменело и так далее. Поэтому вот с таким вот чувством тоже должны, как бы, когда смотришь на человека, что Господь его знал, значит, для чего-то, да, вот. И вот этот закон, что любой человек может стать вот этим разбойником покаявшимся, и наоборот, да, любой человек святой жизни, ну, как бы, да, или такой, как бы, как ему кажется, по гордости он может пасть в любой момент. И вот этот вот диапазон духовной жизни, он всегда, вот эта вот опасность, да, что ты, как бы сказать, ну, никогда не застрахован, это только там по-римски, он без греха. А любой человек, он, как бы, и поэтому вот эта трезвенность, вот это бдение над самим собой, вот эта постоянная какая-то работа, она, ну, естественно, не должна уходить никуда. То есть успокоился, все, значит, омертвел, значит, уже потерял очень много. Вот это беспокойство в хорошем смысле слова, не то, про которое я говорил, да, что беспокойство, как хаос, суета, смерть, страх и так далее, а доброе беспокойство своей душе, что нужно беспокоиться, что, как бы, что у меня там еще и так далее. Вот. И, ну, конечно, тоже вот хочется сказать по опыту тоже, что, ну, вот важнейшая вещь, это, конечно, вот покаяние и исповедь. Вот стоишь на исповеди, да, и вот видишь, ну, и про себя тоже скажешь то же самое, что огромное количество людей, вот знаете, это вот просто скажешь, вот, ну, это не осуждение, все. То есть мы часто очень свои грехи видим скрупулезно, можем записать несколько страниц, выписать и так далее. Вот грехи. И человек, правда, видит все, прямо говорит, да, грех. А покаяния нету. Покаяния, что это такое? Вот этого чувства самого нету. Оно очень редко встречается, кстати. Вот это действительно такое. Простите, я как раз хотела вопрос на эту тему задать, вот, неудобно было. Вот действительно, когда на исповеди не всегда есть сокрушение, слезы, но когда совершится грех, вот это сразу ощущаешь, и тоже как-то каешься, и тяжело внутри. И когда готовишься к исповеди, тоже и со слезами, и все. Вот само чувство покаяния, вот это, я тоже хотела просто этот вопрос задать, вот, с самого начала, и думаю, может быть, это недостойно даже причастия потом. Ну, вот, практически, как минимум два раза проходишь покаяние, когда готовишься к исповеди. А на самой исповеди? А на исповеди? Ну, там по-разному, да? Да, как-то вот, как на уроке. Народ, ну да, но, слава Богу, так, нет, кто-то, наверное, сохраняет вот это постоянное, вот, то есть это покаянное чувство до самой исповеди доводит, после того, как грех совершился, он плачет, да, потом он плачет, кается, и даже приносит это на исповедь, слава Богу. Вот, ну, кто-то не донес, как бы, может быть, но он все равно тогда тоже как-то покаялся. Это сложный такой момент, но все равно вот это вот чувство, оно ускользает, понимаете, это такое же, как вот любовь, да, мы же догадываемся приблизительно, что такое любовь, да, оно очень важно, это признак, ну, тоже должен быть христианина и так далее. И вот это покаяние, это тоже, как покайтесь, приблизилось к Царству Небесное, это просто, ну, архиважное чувство, вот носить в себе вот это, да, вот эти слезы, невидимые миру, да, о себе плакать, как вот о таком грешнике и так далее. А вот как бы вот можно все, а вот его нет, вот, тонкое. Я к себе, прежде всего, обращаюсь. Теряешь вот действительно. Ну, вот, как-то, мне кажется, об этом надо тоже читать и думать, да, и как-то... Можно тоже рассказать по этому поводу. И еще вопрос, может быть, тогда и, ну, нельзя подходить уже, ну, в общем, так, в принципе, вот, раз не раскаялся, вот, на самой исповеди вот так вот с ухудшением, как вот к причастию? Да нет, надо подходить. Господь уже, знаете, это человек, ну, а то можно так запутаться, знаете. А еще, простите, один вопрос. Вы сейчас, можно сейчас, пока, на этот вопрос просто хочется немножко сказать, вот, из, ну, как бы, собственного опыта, не только личного, но опыта наблюдения на исповеди. Я не дал на священник, но вот эти, ну, сколько, четыре с половиной года я уже провел на исповеди просто постоянно. Конечно, это мало, все понятно, но у меня, как бы, есть наблюдательность и способность систематизировать. Ну, я, простите, что хвалюсь, просто говорю, хочу с умозаключением, так скажем, и вместе свой опыт сказать. Мне в последнее время начало даже раздражать, когда кто-то подходит на исповедь и начинает читать покаянную молитву Богу. То есть мне не то, чтобы раздражать, но мне неудобно слушать. Человек приходит, говорит, Господи, прости меня грешного, и начинает там каяться. А мне неудобно слушать чужую молитву, потому что, ну, как бы, нехорошо подслушивать. Человек кается, и я подслушиваю. Я не знаю, что мне делать. Ты не слушай, да тоже. Нет, сейчас, сейчас. Но исповедь-то принимаю я. А многосторонний такой процесс. Сейчас, мне надо все выразить, эту мысль, чтобы было более-менее понятно. Компактно. Да, да. Личное покаяние и исповедь – это два совершенно разных дела, обращенные к единой цели. Архимандрит Христодо Афонский выражает мысль, что покаяние – это и есть молитвенное обращение к Богу за благодатным исцелением от страстей. Сокрушение – ну, хорошо. Нет сокрушения – какая разница? Главное, чтобы нам осознать, что мы сами не избавимся. Вот человек согрешает, пустослует, раздражает, червогончит, ленится. И он, конечно, в этом кается. Но он должен понять, что он это делает не потому, что он такой плохой, а потому, что Бог в нем пока своей божественной силой не действует. Но виноват Бог? Нет. Кто виноват? Ну, тут в чем вот особенная загвоздка? В том, что мы прожили какую-то жизнь невнимательно и приобрели гордыню. Теперь наша задача – сознательно от этой гордыни отказаться и смириться перед Богом. И вот к этой задаче все это направлено. То есть мы согрешаем не потому, что мы это хотим, не потому, что Бог хочет, а потому, что нам нужно опытно пережить благодатное исцеление от Бога. И понять не только умом, но и сердцем, что это Бог. Свои божественные силы нас селяются и потихоньку начинают увеличивать свое действие по мере нашего осознания, что это не мы, а Бог. Я вот в свое время, так скажем, может быть, по неопытности пробовал сокрушаться над всеми пустяками. Я не хочу сказать, что это пустяки, но по сравнению с гордыней это мало важно. Червогодие – это все такое. Ну, сокрушаешься хорошо, не сокрушаешься, и результат – то же самое. Почему? Ну, потому что у нас очень неглубокие чувства сейчас. Мы хоть сколько будем плакать, а что толку? Поплакали, настроение переменилось, пошли грешить. Тут дело не в настроении, а в благодати. А в благодати – препятствие гордыни. А из-за скоренения гордыни бывает быстро на кресте, бывает долго в повседневной жизни. И быстрее этот процесс не ускоришь. Он растянутый, как отец в Ростове говорит, на 25 лет. Растянут не просто, что человек живет, а что он каждый раз опытно переживает благодатное исцеление через таинство исповеди. Ну, и через личное покаяние. Ну, в большей степени через таинство исповеди. Игнатий Причнинов говорит, что для новоначальных это основная исповедь, а может быть, единственная. Ну, вот давайте на втором основе. Для нас исповедь – единственное оружие. Все остальное не оружие. Вот это, по словам Игнатия Причниновича, не оружие. Это наше хорошее доброе дело, но это не оружие. Оружие исповедь. Почему? А потому что здесь ничегошеньки себе не припишешь. Ну, чего пришли, рассказали грехи, холодно, перечислили, прочитали. Ну, а благодать все равно пришла и исцелила. И себе мы это припишем? Никак не себе. Почему? Ну, потому что невозможно это себе приписать. Потому что таинство прошло. Таинство – значит не себе, значит Бог. Вот это и надо достигнуть, понимаете? Ну, по чайной ложечке в течение десятков лет. Вот это рецепт о всех страстей. Часто исповедоваться для мирского человека каждую неделю. Покаяние не отменяется. Прекрасно, если каждый день каемся. Прекрасно, очень нужно, необходимо, да. Если Бог даст чувства прекрасно, не даст, экзальтировать их не надо. Экзальтировать – это нехорошо. Если Бог даст чувства, слава Богу. Не даст, значит слуха будет мигать. Покаяние не уникается, что ты, отец Тим, говоришь, исповедь – это, часто исповедь, ты срезаешь сорняки, а покаяние – это нужно землю сборонить, как бы, сердечную. Тогда вот благодать глубже зайдет. Так если срезать – срезать, а землю не баронить, то вот, поэтому, то есть, надо совмещать ее, действительно. Но все равно суть – смирение, ни в чем больше. Броня не броня, пока не смиришься, не будет благодать, не будет. Ну да, но в чистоте исповеди, конечно, там нет таких рекомендаций, как отец Нил говорит раз в неделю, у всех по-разному это. И каждый по себе скажет, да, и просто даже у человека может не получаться, даже по техническим каким-то причинам и так далее. Ну, хотя бы записывать, чтобы не забыть. Потому что, видите, даже если взглянуть на практику, вот такую духовную практику разных православных стран, например, Грецию взять, Сербию, да, у них исповедь гораздо реже, я не говорю, что это хорошо. Это как бы вот так вот у них сложилось, да. Вот, и как-то я один раз разговаривал с одним греческим монахом, вот. И он, значит, я стал говорить, что вот русские, мы, миряне, очень часто каются и так далее, приходят на исповедь и так далее. Он все это сказал, что это действительно прекрасно, но нельзя путать мирянина с монахом, понимаете. И вот это, как бы сказать, такие рекомендации, а ты ходи три раза исповедуйся в неделю и так далее. Это очень-очень сложно. Мирянин, он живет другой жизнью, понимаете. Как бы в каком смысле, что он не такой, как бы вот насыщенный и так далее, да. И бывает, что у него тоже должна быть какая-то свобода, понимаешь. И он не может вот следовать, как монах, как, допустим, в Оптиной пустыне. Да, каждый вечер приходили к старцу Льву или другим старцам. Откровение полнослов. Мирянин так не может и не должен так делать, понимаете. Если мужчина какой-то верующий пришел и затворился, ну вот я говорил о Килле, она важна, жена просит прибить гвоздь или посидеть там, сходить в магазин, а он закрылся и молится. Это нормально, мужчина в семье, или нет? Понимаете, это очень странно будет. Она просит что-то сделать, а он такой вот молитвенник, понимаете. И поэтому для монаха это нормально и даже хорошо. А вот это, видите, тонкости бывают, потому что человек еще связан и с детьми, и с семьей и так далее. И поэтому как бы вот этот вот, нет таких вот, на мой взгляд, рекомендаций, вот ходи раз в неделю, тогда у тебя будет преуспение. Оно как-то по-разному у всех происходит. Но, конечно, правильно отец Нил говорит, что без часто исповеди действительно это, как бы сказать. Вот у них так вот, в европейских странах там, значит, удивительно, там духовник дает разрешение, и человек там может несколько месяцев не исповедоваться. Вот это так ведь, да? Реально, да? Он как бы не исповедуется, потому что он, ну, если у него нет таких грехов, которые его, как бы, ну, смертные каких-то... Канонические, которые запрещают к чаше подходить. И он в такой вот, у них там такая практика. Я не говорю плохая она или хорошая, даже не хочу сравнивать. Просто мне, конечно, близка наша, когда вот люди чаще ходят, и действительно такое. Но вот у них вот так вот. У них, может быть, по каким-то своим особенностям, так сказать... Это древняя практика, она ненавизна. То есть у них это исконно так сложно. В Греции, по крайней мере. Ну да. А у нас так, и слава Богу, что у нас есть возможности. Поэтому в этом, конечно, надо правильно и усердствовать, и, как сказать... Но, да, вот попалась такая вот, кто-то принёс такой сборник. Есть такие сборники, полная исповедь. Никому не попадалось там. Нет? Это вот, чтобы нам не отсыживать комара. Это вот кто-то, видите, встречал такие, нет? Полная там исповедь. Да, значит, это... Ехала на полке, ехала в скором поезде на верхней полке, ела апельсин, сбросила корки в окно, и, может быть, они кому-то попали в лицо. Ну, понимаете, что это? Ну, это чушь. Кто эти сборники составляет? Разве это покаяние? Ну, ездил на велосипеде. Ну, там, да. Там, ну, как бы, вот такое, ну, это вот какая-то насмешка. То есть, среди всего этого, среди каких-то важных. Поэтому вот этого комара какого-то такого отсыживать. Бывает, что вот человек стоит, кается, там, или ещё что-то. Он тут, грубым словом, просто убил человека, там, пять минут. Ну, как... У нас такая, может, ситуация, да, у каждого. Ну, просто там. А в какой-то ерунде он там рассказывает, что это. Надо действительно, как бы, вот, ну, смотреть на свою жизнь. А вообще, как вот это, и, по-моему, патриарх Павел Сербский, он говорит, что всё устраивается, если умеешь терпеть и доверять Богу. Вот этого вот у нас не хватает, вот этого доверия Богу. Какое-то дело, какая-то ситуация и так далее. Вот, как бы, вот, тоже вот этому научиться, духовному деланию, что, как бы, вот, ну, преподать в руки Божии. Вот мы всё, как это устроится, начинаем думать, начинаем, как бы, это тоже нужно всё, но не в меру должно быть. А человек вот всё, как бы, пытается, как арифметическую какую-то задачу, всё вычислить, всё учесть и так далее. Вместо того, чтобы, Господи, ну, вот я в Твои руки, я сам не знаю, вот, просто я запутался, я не могу, помоги сам. Вот этого, как бы, вот, не хватает, а это дело не должно быть. И вот, патриарх, говоришь, всё устраивается, если умеешь доверять и отдавать вот эту вот свою жизнь Богу. Вот этого, как бы, у нас тоже так не хватает. Это относится к отчаянию? Потому что, что сейчас говорили, как с отчаянием. Отчаянию? Почему? Ну, например, ребёнок болеет. Конечно, конечно. Нужно делать, вызывать врача, но не забыть, вот, так сказать, внутренне воздеть руки, сказать, Господи, помоги, я бы не знаю это всё. А не пытаться вот только вот всё до конца, понимаете? Никакой врач не поможет, если, ну, так сказать, какой-то не будет воли Божьей на всё. Конечно, в отчаянии тем более к этому притекать. Правильно, да? Да, да. Молодой человек, что-то хотел спросить. Почему страх Божий уходит, и вера стабивает, а бывает и усиливается? Когда усиливается вера, и покаяние есть, и слезы их тут, влаги нет. Я ищусь, ищешь, 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 и поэтому весь мир отодвигаешься, на тебя его не можешь, пустота. Страха нет, вера слабла. Чё дел? Как искать? Месяц, ищешь, два, ищешь, 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 ищешь. Начинается такая некая паника, потому что, ну, понятно, проси Господа, Господь, дай Господь, помоги. Почему так происходит? Не может быть, что ли он постоянно? Разные причины могут быть. Страх Божьего, ну, это как дар Божий вообще, святых отцов. Почему они? Вот, если ты чувствовал, то говоришь. То есть, рассеяние какое-то, впали в какое-то рассеяние, опять же, какой-то грех у нас есть. То есть, если человек возделывает страх Божий, он не грешит, им не дает страх Божий, все грешит. Во именами появляется присутствие Бога полноценно. То есть, не просто умом чувствуешь, а чувствуешь сердцем. И уже действительно боишься. Вот храни, то есть, это второй подвиг, которым говорил Семенову Богослову. Сыскал Бога и храни его. У человека обязательно, верующих, бывает период богооставленности. Это у святых всех было. Это необходимо для того, чтобы опытно познавать тогда, когда Бог отставил, когда Благодать втошла. Это специально делать, чтобы мы знали, когда Благодать присутствует. Не будет отходить, будем себе приписывать. Очень тут по контрасту очень хорошо определяется. Силуан у него, он прямо разделяет на три даже такой стадии. Он говорит, что первое, когда Благодать приходит, такая призывающая. Ну, как же, человек, который, да, новоначальный, там, да, на крыльях летает, призывающая Благодать. Человек вот все, да. Он просто, для него новый мир открыт, веры, любви, света, Христа, Бога. Это вообще просто чудо. И, так сказать, Господь потихонечку, потом, вот этот второй период, этот период заканчивается, такой бывает, да. Ну, по-разному там, у каждого, естественно, это никакие не временные, не стандарты. Вот, начинается такой период, ну, может, его нельзя так, на богооставленности, но период, когда Господь, как бы, как вот эту руку свою, так, условно отнимает, иди сам дальше, иди дальше. Этот период, может быть, вообще всю жизнь был такой, до такой, как бы сказать, достаточно долгий такой, это период вот этого человека, когда он, вот этот парус отнят, снят, вот этим, в тот период, как на парусе, и так далее. Уже надо грести своими веслами, своими какими-то усилиями, и так далее. Вот, как преподобные говорят, бывает, что только в конце жизни, вот эта благодать, да, она такая возвращается к человеку уже, ну, такая восполненная, такая глубокая, и так далее. У всех по-разному, у кого-то бывает даже в конце жизни. А вот, вот это, как ты говоришь, или Голгофа, или вот этот период длинный, бывает. Самый сложный период, середина, середина. И, по-моему, тоже у Варсонофии Оптинского, помнишь, он говорил, какие-то даты, говорил, не даты, а такие цифры, где вот это жгёт, как в пустыне. То есть человек, как остаётся вот в обжигающей пустыне, вот, Бог, конечно, рядом, он видит и всё знает, но всё-таки, как, так сказать, вот, как там вот эта история, говорит, а где же ты был, Господь, да? Там это, человеку казалось, не помню подробностей, ну, то вы помните, да, казалось, что оставил, он говорит, как там? Следы, да, да, следы, да, да, а я был рядом. То есть Господь, конечно, никогда человек... Он так нёс, говорит. Да, я тебя вот нёс на руках, но вот, поэтому, конечно, не унывать, вот, ни в коем случае, но как... А вот преподобный Симеон, по-моему, Новый Богослов, он говорит, что, даже такое любопытное, он говорит, что надо жить, как будто благодать тебя не оставила. То есть, вот, чтобы не отчаяние, не уныние, а как бы вот ты вот чувствуешь, что, а ты всё равно с уверенностью, что нет-нет-нет, Господь сейчас придёт, сейчас поможет, он меня не оставит, понимаете? С надеждой такой, как будто она вот тебя... Не впадать в отчаяние, вот это... Тебя утешают слова, когда говоришь, Господь, это любовь, и Он тебя не может оставить. Вот меня, например, всегда... У меня тоже... В случае, когда мне говорилось, что я умру, да, всё, ну, было плохо. И я говорю себе, Господи, да Господь, это любовь, любовь, и это так утешает меня всегда. Да, один старец говорил, что даже при полном твоём падении достаточно этой мысли, чтобы спастись душем, чтобы поднять её из отчаяния. А один богослов, вот представьте, вот такое, как сказать, вместится такое, он говорит, самое главное доказательство Бога, вот он говорит, для меня, он их говорит, мы любимы, поэтому Он есть. Вот эту фразу можете вникнуть? Мы любимы, то есть мы, мы, так сказать, люди, которые здесь, это видно, что человек, это возлюбленное, да, царь, существо, да, которое Господь сотворил, видно, что мы любимы. Понимаете? Мы дышим, мы, так сказать, живём, мы общаемся, и так далее, видно, что мы любимы. Мы любимы, и он говорит, поэтому Он есть. Ну, это такое. Вот. Поэтому, конечно. Так всё-таки не до конца. Вы правы говорите, да, это истина, да, что так нужно жить, надеяться, и понимать, верить в это. Да, но как дальше жить, когда вот это состояние было, ты почувствовал его, да, постоянно, ну, как бы часто чувствуешь, ну, очень часто чувствуешь. Ну, просто меняется, да, ты так, ты так, да. Да, и понимать, когда его нет этого состояния, проходит месяц-два, мало ли того, ты, ну, жил бы, в меру, да, было бы всё нормально, а ты не можешь жить, пока этого состояния не будет. То есть, как он приходит, тогда и как бы всё нормально, и жить даже интересно. А когда его нету, ты его ищешь. То есть, и родных забываешь, как тоже забываешь, а потому что нету времени. Ну, это у старца Нектария тоже, вот мы часто читаем, что он говорит себе, вот я скорби, но уныл, да, наш старец Нектария. Тоже наступают такие состояния, для чего? Чтобы сердцем переживать свою никчёмность. Это очень важный период. Всё не получается, зато сердце смиряется. Идёт очень важный процесс. Познание своей немощи. Беззаконие, братья своих смирившихся. Преподобный Исаак Сиренов тоже говорит, что Господь попускает человеку впадать в страсти, допустим, которое ему казалось, что он уже победил. И он опять в неё впал, для того, чтобы человек не успокоился и всё-таки увидел себя. А то он может заблудиться, ему казаться, что всё нормально. И Господь как-то вот так вот, опять так, немножко, чтобы он отрезвился. Помнишь, да? Ну да. Да. И порой тоже не обязательно жить этим ожиданием. Даже это неправильно, когда мы живём ожиданием. И ты же как ищешь его. И не понимаешь, ты же его ищешь. Копаешь, копаешь его. Нет? Ну, раз, появилось, и нормально. День, два, 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 три. То есть, это говорит о том, что действительно, что это дар Божий. Что не по нашим усилиям. Господь для этого и даёт, чтобы в смирении сыскать его. Что не по нашим. Мы сделали что-то и появилось. Да как-то понятно. Но здесь-то ты не прикажешь. Вот когда вот здесь вот этого нет состояния, ты не можешь жить нормально. Ну, старт Силуана, прекрасное Писание, он постоянно говорит. И вот душа моя слёзная ищет Господа. Ну, а что же делать? Это жизнь даже такая. Ну, вопроса тут нет. Это жизнь. Слёзная ищем Господа. А если скорбим без него, то уже понятно. Но это очень важно переживать такие состояния. Очень важно. Господь много открывает, а потом вера раса, раса, слабая. Ну, конечно. Вера – это действие благодати в человеке. Это не наше. Как Адам и Ева, они были бесстрастны, возгорделись, потеряли благодать, стали страстны. Страсти, в принципе, побеждение страсти – это когда благодать вселяется и своим действием делает человек бесстрастным. Плод духовный есть, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кровь, сводержание. Вот действие благодати. Степень – это полнота действия. Чем меньше степень действия, тем меньше, соответственно, и действия добродетели. Просто, если ты это остро переживаешь, то тут нужно, как бы, может быть, действительно, такой личный разговор с духовником как-то нужно это обсуждать. Если у тебя так остро все это переживается, и такие серьезные. Терпи, смиряйся, жди. Все верно. Не все так просто. Все верно. Проверяй твое веру, проверяй твое доверие. Насколько ты верен Господу, насколько ты можешь быть без этого благодати. Поговорить, да, пообщаться, может, какие-то рекомендации были. Ну, то, что он сказал, это выверен. Господь проверяет, насколько ты верен. Но он, как падать начнет, так он меня поднимет, это я знаю. Ну, тогда ты сам отвечаешь на свои вопросы. Ну, так там, под душой. Про любовь собрались несколько философов, или там каких-то людей разных, мыслителей и так далее. И вот христианин, среди них, они там обсуждали, что такое самое высшее в мире, да, и самое важное, и самое ценное, и самое там какое-то сокровенное. А человек просто сказал, он говорит, ну, вот посмотрите, говорит, христианские заповеди. Возле люби Бога всем сердцем, всей душой и ближнего, как самого себя. Вы придумайте какую-нибудь ценность, которая выше этой вообще во Вселенной. Может, какая-то ценность будет выше любви? Ну, ее нету, понимаете? Вот какой-то диспут был. Просто нету. То есть, все вот это, как вот сказать, зиждется на этих заповедях, все, выше нету ничего. Одна женщина мне понравилась, говорит, батюшка, говорит, недавно, говорит, я, говорит, это, ну, многие молитвы читала, там как-то, ну, там по-разному, там, как-то духовно, там, там, двигалась, там, то, что, читала, все. Говорит, знаете, я сейчас это, ее меня поразило, она, говорит, я молюсь как, Господи, научи меня любить людей. Меня поразило, просто, понимаете, вот она поняла самое главное, научи меня любить людей. Потому что мы рассуждаем, там, вот, о каких-то тонкостях, там, и так далее, просто все, а вот, как сказать, потому что через это оно войдет все, и любовь к Богу тоже, да, они соединены, эти заповеди, да, они взаимообразны, вот. И поэтому вот в этом смысл огромный, научи меня просто вот любить людей, тех, которые рядом, и тогда я буду двигаться к Богу. Вот, поэтому, что еще? Ну, любовь, это же высший добродетель, а дом начинает не с крыши строить, с фундамента. Поэтому сначала, как бы, хотя бы терпеть, тяготы друг к другу носить. Ну, конечно. А просто сразу, ну, что любить людей, ну, конечно, это, по сути, правильно, но тут не соблюдает степень, ну, постепенность. Потому что все бывает постепенность. Не в терпении же тоже любовь, мы же не можем говорить, что-то какие-то. На начальной стадии любви, да, начальной. Ну, вот, все равно, любовь-то, как в зерне, она заключена. И терпеть можешь по-разному. Один терпит просто, чтобы, ну, пусть выражешь, чтобы помолчать, думаешь, когда он, конечно, замолчит, да. А другой с раскрытым сердцем. Ну, это, опять же, степень любви уже. Все равно начинать надо с малой степени. Это понятно, потому что сразу большей степени не будет. Моя вера, она выше разумом, чем сердцем. Это что, маловерие, или в чем причина? И как? Что это не было? То есть, вот, я, например, я нахожусь даже сейчас в осень, да, я разум понимаю, что я должна благодарить Господа, что я здесь, что Господь меня сопривала. Но это разумом, а не сердцем, понимаете? То есть, это должно чувствоваться как-то внутри. Ну, может, вам просто так кажется? Да, потому что это все соединено очень тонко. Хорошо, тогда еще. Иногда прихожу в храм. Не может быть, чтобы только разумом. Разумом, это теоретически, вот, там, катехиизис. А вот ты тогда приходишь, вот чувствуешь, прям, такая радость, такая благодать в храм. Если благодарить, то это обязательно сердце. А иногда приходишь, и это, вот, как у молодого человека, месяц, может, там, да, ты приходишь в храм и чувствуешь разум. Ты должна поблагодарить, ты заставляешь себя поблагодарить, Господь, что ты пришла. То есть, разум заставляет благодарить, и сердце начинает благодарить. Ну, это ты так рад. То есть, я считаю, что, наверное, мало вера. Так? Или что? Или как? Если вера умеет зерно горошина, то, скажем, горе сей, двигайся, веро сей, море, будет по нашему слову. Естественно, мало веры. Кто может, хотя бы жезру, перейти по слуху? Никто не может. Когда ты чувствуешь, что свое сердце, оно просто какое-то состояние чертое. Вот так вот. Ну, хорошо, что чувствуем, это видим. Будем, значит, работать. А если бы... Как работать тогда? Покоряться благодать всей своей жизнью. То есть, я опять же себя раду, представляю, помолиться, поблагодарить. Ну, разума, хоть, чтобы этот сердце... Вы ищете того, что у вас есть уже просто. Вы ищете того, что у вас есть. Ну, оно, как сказать, есть. Любое духовное действие, это когда благодать. Вот апостол Павел сказал такие замечательные слова. Бог, да, совершит вы во всяцем деле блази. Сотворите волю Его, творя вас, благодное пред Ним Иисус Христом. В черно-по-белому все сказано ясно. Благодарность – это одно из проявлений воли Божьей. Кто совершает в нас волю Божьей? Благодать Иисуса Христа. Причем тут мы? Мы только осознаем, что, Господи, Ты в нас завершил свою волю. Это наше смирение. Все остальное Бог сделает. Мы сами ничего не можем. Без меня не может творить ничто уже. Это осознание является... Кто хочет смиряться, тот спасется. Кто не хочет смиряться, а хочет что-то другое, он не спасется. А вот это мнение... У меня сердце, я маловер. Но это все-таки с гордостью граничит. Мы все маловеры, мы вообще все ничто. Только творение Божие, у нас в его ничего нет, только милость Божия. Только милость Божия, у нас ничего больше нет. А это надо понять не умом, но и сердцем. Сердце поймет, будем в изобилии благодати. И то сперывами, чтобы осознавать, что это не наше. А то без сперывов снова уйдет сознание. Божия, у меня есть внучка, двухлетняя девочка, которую я очень люблю. И вот ее дети, ее родители, мои дети, которых я тоже очень люблю, живут в гражданском браке и не хотят жениться. И когда их спрашиваешь, хотите ли вы вообще быть вместе? Они собираются, да, они хотят быть вместе, но объясняют, почему они не регистрируют брак, они объясняют просто, что нет денег. Они хотят свадьбу. И вот моя просьба заключается в том, могли бы вы сказать для них несколько слов, так как эта беседа будет на сайте, я бы им включила, и они бы послушали бы вас. Простите меня, пожалуйста, просто я как мать... Любовь выше денег, и поэтому вот это собирание, собирание на платье или на что вы сказали? Я не знаю, на что они собирают. Но вообще, мне кажется, что это не для ребенка. Да, для важнее это доброе и настоящее отношение. И церковь, она положительно относится к гражданскому браку, да, вот когда люди, нет, не к тому, который сейчас называют, а гражданскому настоящему, когда люди зарегистрированы в браке. Этим люди свидетельствуют то, что они не живут в блуде. Для социально, для общества они показывают этим, как говорят, ну что там штамп, что там штамп. А церковь к этому очень хорошо относится. Конечно, идеально, что они должны быть и венчаны, и так далее. Но мне кажется, даже по человеческим чувствам, даже если не говорить о вере, что вот люди, я не хочу их ни в коем случае там, как сказать, их как-то назидать или как-то увещать и так далее, но мне кажется, что просто человек, который даже, может быть, не верующий, но какой-то, как сказать, порядочный, да, он поймет, несмотря на то, что это навязывается обществу сейчас, вот этот брак, так называемый, в кавычках, ну когда люди просто живут в таких отношениях, вот, навязывается, просто порядочный человек, он поймет, что что-то не то в этом, понимаете, и люди стремятся, и как бы, ну вот, желают. Поэтому это наши отговорки, вот закончим институт, так-то, все, или еще что-то такое. Если любовь, это, если, они, ничего, у них эти препятствия не будет. И как бы пусть они вот как-то почувствуют, что как бы это вот нужно. Вот, но это трудно объяснить, потому что люди говорят, что ну что нам даст печать, мы свободные люди и так далее, все. А я хочу рассказать случай, такой тоже связанный с этим. У моих знакомых, они живут в Греции, ну когда вот переехали эти понтийские греки, вот. И сын, значит, нашел невесту, нашел невесту. И уже вот близко к свадьбе и так далее, какой-то, сколько они знакомы были, не знаю. И начался период выбирания платья. И вот ее семья, и она, и говорит, вот только вот это. А оно баснословные деньги стоит. Какое-то неимоверное платье. А та семья простая, где вот мои знакомые говорят, слушайте, а зачем такое, у нас же таких денег нет. Мы простые люди, у нас, зачем, кому нам нужно показывать. А они встали просто вот так вот в этом все. Нет, только в этом платье. И давайте где хотите, все. И это, это возможно, вот это вот случай, да, искушение это, оно помогло им как-то отойти в сторону и посмотреть со стороны ситуацию. Если эта невеста выше, ну, как бы свадьбы, всего, как сказать, подойти, говорит о каком-то небоснословно дорогом платье, что это такое, что в нее в душе. И как бы он задумывался на секунду. И, в общем, этот не состоялся, этот брак. Понимаете, да? Я хочу что-то сказать. То есть в нем, в этих отношениях присутствовало что-то ненастоящее, ненастоящее. И он понял это потом, молодой человек. Потом он нашел невесту уже, Господь ему послал, которая уже не говорила о каких-то там этой, любовь и так далее. Вот. Так же и здесь. Как бы вот такие моменты, как бы они, то, что, ну, мне кажется, что нужно... Но эти люди, людям, ну, нельзя. Вы должны, как бы, любовью, что ли, а у них уже ребенок, да? Двухлетний. Я очень переживаю за это. Я не настаиваю, ничего. Я молюсь за них. Я стараюсь не давить. Не всегда получается. Ну, вот правильно. Вот я тоже говорю, сохраняйте дружеские отношения, вот. Ну, чтобы они знали ваши отношения. То есть не то, что вот вы все отступились и все, делайте, что хотите. Чтобы они должны понимать, что для вас это больно, горько, что вы с этим не согласны, но вы не стоите как тиран, как Афанасий современный сербский, у него такой есть епископ, он говорит, нельзя быть шпионом над чужой совестью. Мы не можем, понимаете, вот так стоять и давить. Ну, как бы, все равно. Ну, вот хочется им пожелать, чтобы вот все-таки вот... Да, тем более, когда есть ребенок, то... Да, это уже такое свидетельство. А то, что вот, еще, короче, вот, например, эту детку я нашел на причастие, вожу, или крестная мама, а папа с мамой, они вроде как это приветствуют все, но сами, в лучшем случае, я приеду в храм пораньше, чтобы со мной исповедаться, а они поближе к причастию ее принесут, мне туда... Ну, и слава Богу, из-за этого, ну, как есть. Дело в том, что я вот разговаривала с одной своей знакомой, и она мне сказала, что батюшка, с которым она общалась, сказал буквально следующее, что если мама с папой сами не исповедуются и не причащаются, то вроде как... Благодать на ребенка тоже не распространится, но это, знаете, такое суеверие какое-то, неправильный взгляд абсолютно. Если кто-то там, ну, например, погибает, а другого человека... Может, он хочет подтянуть этим... Да, и бывает, что... Педагогически так... Бывает, что через это... А знаете, сколько было вот в эти вот 90-е годы, когда стало модным, там начались... Ну, церковь обрела свободу, воскресные школы, и было модно даже у людей неверующих отдать, потому что, ну, хотелось воспитать ребенка в каких-то ситуациях, ну, как бы в хорошей. И это была хорошая ситуация, они сами неверующие отдать воскресную школу, чтобы там порядочность там учат, да, каким-то заповедям, они сами... А потом и этот ребенок, вот этот маленький, который приходил, у него же там вера была, он молился и подтягивал этих родителей. Сколько такого было таких вот чудесных случаев, когда они из-за ребенка, как сказать, забирая его из этой воскресной школы или приводя туда сами, потом потихоньку начинали, подтягивались и так далее. Поэтому вот эти тайны, они, конечно, абсолютно... Абсолютно, это очень трудно. У меня тоже вот, значит, у знакомых человек очень переживал, что, ну, его там был очень близкий родственник, близкий родственник, никак вот к вере не придет, человек переживал, да, и тоже какие-то там, ну, как-то, ну, молился, конечно, может, что-то говорил и так далее, все, вот. Но тоже время как-то не приходило. А потом такое вот, ну, и плод молитв и так далее. Вот он говорит, и когда я увидел, что этот родственник, он все-таки пришел к вере, это было такое счастье, понимаете? И он тоже соблюдал вот это правило. Он, добрые отношения, уважение к его там, мнению, там все, ну, чтобы человек все-таки понимал, что он тоже переживает за него, и молитва за него. И вот потихоньку Господь как-то вот это вот все сам созидал вот эту ситуацию, поэтому мы как бы вот должны. А вот этот критерий, как вот эта женщина сказала, научи меня, вот это, это все вокруг. В метро, на работе, на лестничной площадке, там совсем, вот самое главное, как вот с терпением, с любовью, с какой-то великодушия не хватает еще у нас. Мы как бы сразу там судить, сразу как-то вот требовать. Или еще такое. Вот как бы вот великодушного взгляда на человека, как вот Господь же великодушно смотрит, да? И как бы вот принимает даже людей многих какими. А у нас вот как-то вот желание там исправить, желание как-то вот все такое. Ну, как бы, что вот все вот добродетели, которые свойственны любви, чтобы они вот это и были, да? Вот это такие, как бы, помогали нам. Помогали. А любой человек знает, что когда сделаешь какое-то доброе дело, может поговоришь с человеком с любовью, или что-то там ответишь, или как-то подашь руку, прям благодать приходит и чувствуешь, что летаешь как на крыльях, когда ты почувствуешь, что чем-то человеку услужил, помог и так далее. Вот, есть такое, кто-то приезжал, рассказывал, говорит, маститый архимандрит, он спрашивает у своих, это не анекдот, а реальность, спрашивает у своих студентов там где-то в академии, говорит, а вот я хочу вам задать вопрос, а что такое счастье, спрашивает у студентов. И они начинают говорить, вот эти будущие батюшки, ну такие высокие, прекрасные и такие, как сказать, моменты. Один говорит, ну счастье, это когда ты, наверное, стоишь у престола в церкви, в алтаре, молишься за весь мир, прекрасно, да, действительно. А второй, ну а ты как все, ну счастье, это, наверное, когда ты вот ездишь там по больницам, там по каким-то там, где бомжи, там людей вытаскиваешь, там все такое. Ну он говорит, ну да, да, действительно, это такими, такими, ну вот, они так вот, такими высокими категориями, такими, настоящими, такими, все. А потом они у него спрашивают, батюшка, ну а вы-то вот прожили всю жизнь, прожили всю жизнь, а вы-то нам что скажете, мы вам ответили, вы-то что скажете, что такое счастье? И он на секунду, так сказать, замолчал, и потом говорит, а знаете, ребята, я ему хочу сказать, счастье, это просто когда у тебя хорошее настроение. Понимаете? И вот в этом смысл, вот подумайте, как же, действительно, а что такое хорошее настроение, это действительно, когда вот, ну такой момент такой истины, благодати, да, каждый скажет, когда хорошее настроение, это и действительно вот такой момент. Но, конечно, оно должно быть рождаться не от хорошего там какого-то фильма, или там от какого-то наркотика, это настроение, А настроение хорошее, это момент благодати, счастья, когда ты действительно с помощью Божьей что-то делаешь. Поэтому желаем всем быть счастливыми. Ну ладно, спаси Господи. Благодарим всех. Только надо было поактивнее вопросы. Задают одни и те же. Чтобы мы не боялись, не стеснялись. Достойно есть такого истину, положите Тя Бога в Родицу, Присноблаженную и пренепорочную, И Матерь Бога нашего честнейшую, террумимым, славнейшую, без сравнения с Терафим, Без искрения Бога Слово Родшую, Сущую Бога Родицу Тя величаем. Спасибо, Господи. А старец Варсонофии, чтобы подытожить нашу эту беседу, старец Варсонофии, у него там кто-то спрашивает тоже в беседах и так далее, об этих своих падениях, об искушениях, о трудностях и так далее. Что делать, как все. И вот он там утешает какой-то свой чад. Он говорит, если у тебя сохраняется желание движения вперед, не бойся, цел твой кораблик. И не надо бояться, могущих случится бурь. То есть, вот это вот, что важный момент, это желание все-таки двигаться ко Христу, к Богу, к вечности, к любви, к радости. Желание. А падения они будут, а не какие-то сложности, искушения. Он говорит, что если у тебя сохраняется желание двигаться вперед, не бойся, цел твой кораблик, чтобы мы не унывали. Помоги, Господи. Спасибо. Чтобы у каждого кораблика он был цел.